Мы памятаем. Наши корреспонденты протягивают рихтовать репортажи об самых жудостных сторонках военной истории. Одна з них об трагично знакомитым бадай на увесь свет червоным березе Жлобинского района. Там подчас войны фашисты створили сборный пункт для детей, у яких затем брали кровь для раненых немецких офицеров. Марина Северьянова протягня. По приказу Гитлера на территории Беларуси было создано пять детских донорских концлагерей. Из них два на полное уничтожение. Один из них находился в Минской области, второй в нашем Красном береге. День открытия концентрационного лагеря в Жлобинском районе неизвестен. В 1943 году он был официально объявлен как донорский. Фронт уже приближался к нашей территории, как бы близилось освобождение. И к этому, к 1943 году, вы знаете, и Сталинградская битва, и Курская битва, они понесли там значительные потери. И потребовалось, так сказать, им как-то решать вопросы с ранеными. И тут они вспомнили, вспомнили про детей. И уже как бы здесь не важно была не арийская кровь, важно была, так сказать, выживаемость их солдат. И вот тут они пошли, собственно говоря, на кощунственные действия. То есть люди, которые давали клятву гипотраката, медики, закончившие престижные вузы в Европе, тем не менее, они начали делать эксперименты на детях. И, собственно говоря, Красный берег – это яркий образец, это их доктрины. Причем он не единственный в Беларуси, их полтора десятка детских лагерей возникло на этой территории. И, ну, первоначально, как и в Красном береге, он был как бы как пересыльный в детский лагерь. То есть детей там отбирали, включая там и местных, и соседних населенных пунктов, и даже из других районов туда отлавливали детей во время зачисток. И, соответственно, в общем-то, первоначально нужно было выявить группу крови, поэтому шло обследование их, состояние здоровья. Ну и дети, они некоторые есть такие более умные, предприимчивые, кто, так сказать, вовремя сориентировался и там, используя крапиву или какие-то другие травы, там, натирали, там, имитировали чесотку и так далее, и их как бы отсорбировали в сторону. А вообще другие дети, они наивные, их обманывали и как бы потом берочки вешали, предпочтение отдавали детям примерно в возрасте от 8 до 14 лет. На территории Красного берега было два детских донорских накопителя с первой группой крови и положительным резусом, где у ребят забирали всю кровь. Детей загоняли в зал, где они ожидали своей очереди. В двух комнатах была оборудована лаборатория. Ребенка сажали на стул, а ручку просовывали в отверстие перегородки и выкачивали кровь до последней капли. Тела уничтожались, захоронений не было. Мальчиков и девочек сжигали на огромных кострах в форме свастики или в котельной на территории концлагеря. 3000 литров крови дал фашистской Германии латышский концлагерь Саласпилс. По крови белорусских детей статистики нет. На втором накопителе, расположенном на территории воинской части, за семь недель дети сдавали кровь от 8 до 19 раз. Здесь находились мальчики и девочки от 8 до 14 лет. Не только из Белоруссии, но и из России, Украины. По данным архивов, известно, что из этого лагеря фашисты вывезли почти 2000 детей донорами в Германию. Забирали кровь для раненых офицеров и солдат вермахта. Медицинские эксперименты над ними проводились преимущественно в концлагерях Бухенвальд, Равенсбрюк, Освенцим, Дахау, Аушвиц. Особым зверством отличался доктор Менгеле. Он занимался актами жестокого насилия над детьми, такими как расчленение живых младенцев, кастрация мальчиков без анестезии. Умерших детей сваливали в общую кучу трупов, либо сжигали в крематориях. Менгеле лично руководил сортировкой поступающих с эшелонами людей. Направлял одних сразу в газовые камеры, других – на трудовые работы или для медицинских опытов. Его особенно интересовали близнецы, потому что в своей предыдущей научной работе он занимался генетикой. Среди миллионов прибывающих в концлагеря людей, Менгеле отобрал несколько сотен близнецовых пар различного возраста и проводил над ними медицинские эксперименты. Проводя без наркоза и анестезии, исечения участков кожи, мышц, различных других тканей и органов, не обращая никакого внимания на стоны и крики детей. Лагерь в Красном береге был закрыт 25 июня 1944-го. Это день освобождения населенного пункта. Памятный мемориал здесь открыли 28 июня 2007 года. Он единственный в Европе и, видимо, в мире, посвященный детям, погибшим в Великой Отечественной войне. Наш мемориал посещают разные категории граждан. В основном посетителями нашего мемориала являются именно детки. Никого после посещения мемориала не остается равнодушным. Многие даже дети меняют свое мировоззрение. Начинают ценить свое детство, ценить своих родителей. И, наверное, понимают, что наш мир очень хрупок. И в любой момент опять может повториться эта страшная беда. От войны нас отделяют десятилетия, но не подлежат забвению ее события. У нас нет права забыть о погибших на поле боя и в гитлеровском плену. И на все времена останется святой память о детях, которые прошли через фашистский ад. Это не должно повториться больше никогда. А мы, мы помним. Марина Северьянова, Сергей Комков, телерадио компания «Гомель».